Всем привет! Это у нас магазин Орхидея. Тут немного новых цветочков, но есть. Вот котики. Дикий кот Орхидея. Вот парфюмерная фабрика. Меня кто-то про нее спрашивал. Они там есть, стоят. Посмотрите, какие листья просто обалденные. Напомните мне, пожалуйста, девочки. Я работала. Мне некогда было смотреть в сетях. У меня очень много добавилось друзей. Пишут. В общем, вот тут Лас-Вегас. Я взяла две штучки. В покупочках покажу. Это новый завод. В этот раз они высокие. Цветоносые. Прям такие почти полноценные. Миди. Вот еще у фабрика. Но они есть. Их много. Они такие красивые листья. Ну, запах я не ощутила. Как обычно. Насморка у меня нет. Не знаю, почему. Но в магазине, возможно, они не пахнут. Вот. Листья просто обалденные. Вот такая вот красота. Вот. Меня спрашивали про мультифлору такую с оранжевым язычком. Ну, вот это не мультифлора. Это полноценные миди. Крупные растения. Но есть и мини такие, да, мультифлоры. Прекрасно. Я там спрашивала, как ее зовут. Мне девушка сказала из прайса. Я потом послушала. Звук убрала, потому что невозможно. Шумно. Звук убрала. Но там где-то есть ее название. Я напишу в комментарии или в описании к видео. Прекрасный цветочек. Такое название вертится на языке. Но боюсь ошибиться. Вот там. Отличная корневая. И отличные розетки. Очень красивые цветочки. Вот эти дендробики. Опять я забыла, как их зовут. Тоже напишу в описании. Ну, это большие вот такие горшочки. Они дороже, чем в Леруа. В Леруа я нашла тоже такие, другим цветом. Ну, там маленькие горшочки. Цена ниже. Ну, тысяча рублей они продают. Это уже с уценкой. Это вот на уценке стоят. Такие пышные кустики. Много ростков. Такая красота. Ну, вот Джулия. Да, мне нужна Джулия. И вот такая оркидейка. Ну, это уже забрали. Не успела я. Это уже просто отложено. Вот там есть и черная жемчужинка последняя. И Джулия последняя. В общем, тут я прибрал. Вот такая красота. Покажу. Это небольшой обзор. Больше нет цветов. Вот групповая посадка. Прекрасные белые оркидеи. Очень красиво смотрятся. Продолжу видео покупками. Всем привет. С удовольствием снимаю покупочки. После некоторого перерыва. Вот мне удалось купить такого красавчика. Я его уже собралась паковать. Потому что его забрали. Девочка, которая хотела Пафика. Его берет. Но цена была у него такая. 2 800. Вчера я заехала в этот магазин. Он остался одет. Он не распустился. Но бутон вот я смотрю. Он как бы такой свежий. Я уже убрала палочку. Он немножко шатается. Потихоньку покручу. Розетка шикарная, огромная. Так, фокус где-то. Вот так. Он очень сухой. И так хочется напоить. Но мы решили его прямо сразу отправлю. Я его. Вот он красавчик. Растущий листик. Ну и бутон. Надеемся, что он распустится. Черный Пафик. Как лакированный. Вот так. Еще сниму. Там у него. Волосочка. У меня есть фотография. Я вставлю на видео. Как он цветет. Правда, фотография была сделана в магазине. Не очень удачно. Жаль, конечно, что он не распустится. Я бы его прям детально-детально поснимала бы. Вот такой красавчик. Хочет очень пить. Поэтому мы его быстренько первым классом отправляем. Купила еще два Лас-Вегаса. Но это под заказ. Девочки, у них есть хозяева. Пока не отказывается. Поэтому в этот раз, в этот завоз. Они прямо большие. Высокие цветоносы. Куча бутонов еще. Вот этот я хочу сегодня тоже отправить. Жду сообщение. Он оплачен уже. Все заранее. Растущий корешок. Немножко испарили. По такой жире, говорят, не страшно. Лишь бы холода не было. Можно отправлять чуть-чуть сыренький. И второй останется здесь. В Краснодаре. Я его потом завезу хозяйке. Вот такой. Только пакетики сняла. Привезла вчера. Хочу, чтобы сохранились бутоны. Может быть, я даже сверху надену пакетик. Чтобы бутоны по возможности распускались. Ну, удивили. Прямо высокий такой. Красивка. Но этот совсем мокрый. Прямо мокрый. Ну, он и подождет, пока я снова поеду в Краснодар. Когда мы сможем встретиться с хозяйкой. Вот такая. Такие красавчики. Ну, вот такой еще. Нашла один Абба. Они уже стоят на оценке. Но все желтые. Прижелтые. Ну, вот я посмотрела. Один. Вот тут был сухой лист. И я его сняла. Шейка сухая. Это все остатки от листа. Сильно ковырять не стала. Потому что, ну, как бы уже хозяйка будет чистить его. Отличные корешки. Сухенькие. Хоть сейчас отправляю. Сейчас я жду сообщения от потенциальной хозяюшки. Надеюсь, что она его заберет. И вместе с Лас-Вегасом я его отправлю. Ну, я спросила девочки, кто еще хочет Абба. Ожидается ли завоз. Ну, пока нет. Но, говорит, нам их не дают. Они взяли очень много. Но быстро раскупили. Ну, я типа заказала. Говорю, очень просят. Еще. Я у них много покупала. Поэтому. Если что. Если они придут. Я куплю еще всем. Остальные там не выдерживают никакой критики. Ну, может кто-то возьмется дома выхаживать. Ну, для пересылки никак он не подойдет. Вот один я нашла. Я еще в прошлый раз его заприметила. Так его никто не взял. Потому что вот этот сухой лист, он был тут таким страшным черным. Ну, я еще в магазине вытащила, посмотрела, что это просто сухой лист. Под ним сухо. Он, кстати, вот был пробит вот этим корешком. Может, поэтому он и засох. А так все отлично у него. Корни много. Все сухо. Все хорошее. Тем более подешевле. Ну, для себя я купила вот такое чудо. Тростник. Ну, тоже на оценке вот у него. Ну, я посмотрела, что сохнут верхние. Значит, просто ему некомфортно было. Возможно, пересушен. У нас в крае стоит жара. А где-то с него этикеточка была. А я, наверное, ее не взяла, что ли. Там. Жалко, как этот тростник. Зовется он как бамбук. Вот пустой, даже мягкий. Он такой интересный. Вот. Ой, он прямо за ночь подрос. У него была одна вот пимпочка, скажем так. Я его поила всю ночь. Он стоял в водичке. Посмотрите. Моментально вылупила старая. И этот подрос прям в два раза. Поэтому я думаю, что он будет жить. Вот он у меня пил. Пой мокрый. Поэтому я держу вот так. Надо его пересаживать. Ну, кстати, вот этот корешок. Или, может, он такой и есть. Прямо такой плоский, тонкий. Ну, такой интересный. Камыш или бамбук. Не знаю, как назвать. Мне понравился. Я вообще люблю водные растения. У меня прудики. И я вот хочу посадить там прудику. Такую красоту. Еще у меня была мухоловка венерина. Я там в магазине рассказывала, что для мальчика. Что делал мою машину. Купила. Я ему уже подарила. Он приехал неожиданно вечером. Ну, как было не отдать. Поэтому я ему сразу отдала. Сделал такую аквариум. Минь. Хозяин приехал раньше. Уже снимать не было никакой возможности. Поэтому там плюшка опять просится помогать мне снимать. Ну, вот так пока все покупочки. Немного. Но это был мой первый выезд после ремонта. Поэтому вот так. Всем спасибо за просмотр. Возможно, соединю с обзором каким-то. Или пущу отдельным видео. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Вот они передают привет всем. Кричали, лезли на меня, царапались. А теперь не хотят. Но немножко они замурзанные. Кушали сейчас паштет. Самостоятельно уже кушать. Вот она плюшка. Самая крикулистая такая девочка. Так, Елисей уже ушел. Все, пошли смотреть цветы. Ну, тут такие создания подвижные. Невозможно их заснять. Елисей, ну покажись. Нет. Плюша, скажи привет. Ты спищала только что. Привет. Тебя уже видели, Плюша. Еще у нас есть вот такой малыш. От второй кошечки. Он чуть-чуть помладше. Тоже веслоухий. Ну, малыш, это самое такое создание. Нежное. Не пикнет. Все сам, все сам. Да? Вот он не хочет, не хочет. Ну, ладно. Помаши. Пока. Пока. Всем пока. Пока. Пока.